МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу о телекомпании Город. Время говорить. Главная тема этого выпуска. Куда гребёшь? Два мигранта везли в сторону Скопина. Целый грузовик нелегального спиртного. Сейчас стрельнём. Пожарные проводят профилактические рейды по прилавкам с петардами. Славно отдохнём. Подробности постановления правительства России о днях отдыха в наступающем году. А теперь обо всём подробнее. Более двух тысяч бутылок алкоголя, а именно виски, водки, коньяка и так далее, обнаружили скопинские дорожные полицейские в грузовичке, который шёл со стороны Рязани. Напитки наличествовали. Водитель-гастарбайтер тоже, равно как и его соотечественник, сопровождавший груз. А вот документов на весёлые бутылки не было вообще никаких. Возможно, вся эта булькающая криминальная красота шла прямиком из столицы области, с какого-нибудь нелегального склада алкоголя. Их в последнее время полиции обнаружены немало, в частности, в районе Южного промузла. По имеющимся у редакции сведениям, груз гнали будто в боевиках про колумбийскую мафию. Пойло перегружали из машины в машину, которые ждали в условленных местах. Так что УАЗ, остановленный скопинцами, это очередное авто пунктирного каравана современных спиртоносов. Сейчас весь груз и два сотоварища из дружественной азиатской страны стоят на плотном тормозе в отделе полиции. Кстати, коллеги из Солнечной Республики, которые везли по Рязанской области нелегальное спиртное, угодили под замок как раз накануне Международного дня мигранта, который отмечается сегодня. Дело в том, что 18 декабря 1990 года Генеральная ассамблея ООН была принята Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Как бы еще Генеральная ассамблея озаботится и тем, чтобы уточнить название даты, а именно День законопослушных мигрантов, уважающих традиции страны, в которую приехали. Тогда, глядишь, и коренные жители отметили бы мигрантский праздничек. А то, что же получается, везли груз без документов, зная, что его перекидывают с машин на машину, и как будто так и надо. Да так даже реликтовые дикари в джунглях не делают, потому что явно незаконное предприятие. А в чужой стране, пожалуйста, нате вам. Как-то все это непразднично выглядит, согласитесь. К сведению, по данным Федеральной миграционной службы, на территории России сегодня находится более 3,5 миллионов граждан из числа трудовых мигрантов, которые относятся к так называемой группе риска. Это люди, нелегально работающие и превысившие сроки пребывания. Заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал на встрече в Совете Федерации, что за прошедшие полтора года полицейские пресекли более 150 массовых драк, возникших на почве межэтнических противоречий. Он отметил, что в основном ведут себя вызывающе члены этнических общин и диаспор, чем провоцируют местные населения на конфликты. Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь также отметил, что причиной межэтнических конфликтов зачастую становятся сами мигранты, пренебрегающие традициями и обычаями местного населения. К другим темам. В Пермском крае при взрыве самодельной петарды погиб 13-летний подросток. Как выяснили следователи, он сам изготовил праздничную ракету, сам ее и взорвал. В результате юный пиротехник получил ранение ноги и истек кровью. Все произошло на глазах матери подростка. Он хотел похвастаться перед ней своими изобретательскими талантами. Так что печальный звонок уже есть. А Новый год без петард и салютов уже на России не мыслится. Осторожнее надо быть с этими вещами. Подробнее Оксана Тебенихина. По статистике, которую ежегодно подводят в Государственном управлении МЧС России самым пожароопасным праздником в нашей стране, бесспорно является Новый год. Петарды, фейерверки, гирлянды, бенгальские огни все это вкупе с принятым для окончательной радости алкоголем представляют собой взрывоопасную смесь. В этот период растет количество возгораний, травм и что самое ужасное смертей и причиной тому в большинстве своем является наша же безалаберность. И проявляется она в желании поскорее приобрести всевозможную праздничную атрибутику в связи с отсутствием времени. А ведь необходимо обращать внимание на даты производства новогодних лампочек и петард, лицензии, разрешительные документы и самое важное – приобретать это все только в определенных местах. Никаких уличных палаток и ларьков, обнесенных сайдингом. В избежании трагических последствий региональное управление по надзорной деятельности ГО и МЧС в преддверии новогодних праздников проводят регулярные рейды по местам продаж, пиротехники и иных мерцающих, разноцветных, но таких огнеопасных предметов. Еще о спасательных делах сегодня сотрудники МЧС подвели итоги года на традиционном совещании, которое проходило в зале театра драмы. В связи с этим перед храмом Мельпомены вместо изображений нежных и пламенных мус выросли брутальные пожарные машины, мощные краны и даже спасательные лодки. С подробностями Глеб Галушкин. Число жертв и погибших на пожарах в Рязанской области за прошедший год стало меньше. Об этом на итоговом ежегодном совещании сообщили члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Впрочем, несмотря на положительную динамику, остается еще и ряд проблем. Например, высокий травматизм в дорожно-транспортных происшествиях. По словам спасателей, сейчас необходимо качественно развивать структуру добровольного пожарного общества, систему оповещения населения при происшествиях, а также техническую оснащенность ведомства. Считаю, что вся система РСЧС работала в штатном режиме, и мы с задачами справились. Сегодня будут определены новые задачи, которые стоят перед нами. Я думаю, что сегодня есть силы, средства, сегодня есть профессионалы, которые сумеют сделать так, чтобы чрезвычайных ситуаций на территории региона было как можно меньше, и их последствия были минимальными. На 2014 год у нас уже спланирован большой комплекс мероприятий. Первое – это введение комплексной системы экстренного оповещения населения, то есть закончить по указу президента, то есть по опасным зонам. Это введение функционирования системы единого номера телефона 112, сейчас пока в городе Рязани, но впоследствии, конечно, во всех муниципальных образованиях. Следующая задача, тоже стоящая перед нами, очень серьезная – это, опять же, совершенствование и развитие сил и средств, как МЧС России, так и, соответственно, подразделений противопожарной службы в области, и плюс развитие, обширное развитие добровольного пожарной охраны. А еще один итог уходящего 2013-го остался за рамками официальных речей. Скоро год, как был задержан руководитель главного управления МЧС по Рязанской области Олег Никифоров. Предположительно, он замешан в нехороших денежных делах. Так и нет до сих пор в областном МЧС нового начальника. Продолжаем программу. В Рязани на этой неделе проходит традиционный 11-й по счету кинофестиваль «Окраина. Рязанская ретроспектива». В 2013 году он посвящен памяти Владимира Дмитриева, главного хранителя Госфильма фонда. О проекте этого декабря нам рассказал президент фестиваля Александр Никитин. Фестиваль «Окраина» взял свое начало в 2003 году. Модель этого фестиваля была построена на теме Рязани, выявление всевозможных рязанских мотивов в кинематографе этой темы. Вот мы проводим уже 11-й по счету фестиваль. Программы не повторяются. Первый длился 4 дня. Сейчас мы еле укладываемся в 10 дней. Ликвидация совсем недавно у нас на глазах обл. кинофонда – это, конечно, событие трагическое, потому что оно, по сути дела, подвело черту в почти вековой истории кинопоказа на Рязанской земле. Это войдет в историю Рязанскую со знаком минус. И наша «Окраина» – это своего рода ответ. Людей приходит мало. К великому сожалению, мы пришли к тому состоянию, когда их уже и не будет много ни при каких обстоятельствах, ни при каких затратах на рекламу. Имеет смысл работать даже для одного человека, не говоря уж там о 10-20 и так далее. В завершении программы полезная информация от российского премьера. Дмитрий Медведев, как известно, подписал постановление о переносе выходных дней в 2014 году, согласно которому новогодние праздники в наступающем году продлятся с 1 января по 8. Еще выходными днями будут 22 и 23 февраля – День защитника Отечества. 23 выпадающая в 2014 году на воскресенье. Минтруда планирует перенести на 3 ноября. В марте будет 3 дня отдыха с 8 по 10. В мае в праздник Весны и Труда отдыхаем с 1 по 4, а День Победы празднуем с 9 по 11 мая. В июне, отмечая День России, отдыхаем с 12 по 15 число. А в ноябре, День Народного Единства, отметим согласно постановлению правительства с субботы 1 по вторник 4 ноября. Так что, с наступающими! На сегодня все. Хорошего всем вечера. До встречи в четверг, как обычно в программе «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин